Политическая карьера одного из самых влиятельных людей России началась в 1993 году с назначения на должность председателя Нижегородского банка «Гарантия». Спустя три года, благодаря хорошим отношениям с Борисом Немцовым, тогда губернатором Нижегородской области, Кириенко возглавил нефтяную компанию «Норси-Ойл», затем, вслед за Немцовым, переехал в Москву. В столице первый премьер-министр Немцов тоже не забыл о товарищи и убедил премьера Черномырдина дать молодому нижегородскому бизнесмену должность замминистра топлива и энергетики. В марте 1998-го сложившуюся иерархию неожиданно нарушил Борис Ельцин. После отставки кабинета Черномырдина он выдвинул кандидатуру Кириенко на должность руководителя правительства. Лишь с третьего раза Дума проголосовала «За». «За» 251 против 25. Спустя четыре месяца после своего назначения Кириенко объявил о неспособности государства обслуживать свои кредитные обязательства. Следствием дефолта стал обвал курса рубля и взрывной рост цен. Правительство Кириенко было отправлено в отставку, а сам он получил прозвище «Киндер-сюрприз». Но уже в декабре 1998-го Кириенко вернулся в большую политику. Он создал движение «Новая сила», которое в свою очередь стало соучредителем демократической коалиции «Союз правых сил». СПС шел на думские выборы 1999-го под лозунгом «Путина в президенты, Кириенко в Государственную думу, молодых надо». Коалиция получила на выборах почти 8,5% голосов и сформировала фракцию в Госдуме. Тогда же Кириенко принял участие в выборах мэра Москвы. Он занял второе место из 8 кандидатов. На президентских выборах 2000-го года Кириенко поддержал Владимира Путина. Тот не забыл ни поддержки, ни того, что именно Кириенко в июле 1998-го сообщил ему о назначении на должность директора ФСБ. Так, в 2000-м году Кириенко стал полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе. Спустя 5 лет он был назначен главой федерального агентства по атомной энергии. В 2007-м году стараниями Кириенко оно стало госкорпорацией «Росатом». А в октябре 2016-го года Кириенко шагнул в Кремль, заняв кресло первого замруководителя администрации президента. 14 июня того же года Владимир Путин подписал указ об оптимизации администрации президента. Кириенко стал курировать целых четыре управления вместо двух. К управлению по внутренней политике и общественным проектам добавились по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи и по обеспечению деятельности Госсовета. И Госсовет – ключевой подопечный Кириенко в этой истории. Этот орган, официально совещательный и не имеющий власти, долгие годы не считался влиятельным. Но незадолго до истечения второго президентского срока Путина о Госсовете заговорили в ином ключе. Передав ему полную власть, а затем возглавив его, Путин смог бы оставаться у руля до смерти, значительно не изменяя при этом Конституцию. Примерно так же поступили лидеры Китая и Казахстана. Курировать подобный орган – без сомнения знак большого доверия. Не менее ответственное другое направление деятельности Кириенко. В середине июня внутриполитический блок президентской администрации провел двухдневный семинар для вице-губернаторов. Темой мероприятия значились губернаторские выборы. Они пройдут в 22 регионах России 9 сентября. Но говорили на курсах не только о них, но и о грядущих локальных чистках. По типу тех, что уже отрепетировали на Дагестане, где в феврале после серии арестов высокопоставленных чиновников в отставку ушло все правительство. Инициатором этого был именно Кириенко. За успешную или за чистку сложного региона, или за рекордные цифры на последних президентских выборах, или за тайные успехи Росатома, или по совокупности заслуг, но в начале июля Кириенко присвоили звание Героя России. Оно присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.